Привет, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Германия сверхъестественно вышла из экономического кризиса, вызванного ковидом. Об этом писали все средства массовой информации. Далее. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Сегодня с нами Хрвоя Серовина, он из Германии. Он уже был у нас. Вы не планировали быть здесь? Вас не хотели впускать в США? Видимо, вы усиленно молились об этом. Поведайте это так. Я уверен, что у Бога был свой план на это. Согласен, вы здесь, потому что такова воля Бога. А что произошло после того, как вы были у нас в прошлый раз? Нам стали поступать письма и звонки со всего мира. Было очень много свидетельств людей о том, как они были исцелены. К примеру, от болезней сердцем. О том, как вы соединяли семьи. Бизнес начинал процветать. Люди вновь обретали слух. Очень много историй. Очень много свидетельств. А также очень много молитвенных просьб. Хрвоя был очень удивлен, потому что не осознавал силу телевидения и соцсетей. Исцеления происходили так же легко, словно он сам возлагал на людей руки. Это правда. Обычно, когда на служении сходит слава Божия, люди получают исцеление. Но на этот раз все происходило только благодаря телевидению и соцсетям. Это просто поразительно. На вашем собрании в Германии вы сказали «С нас достаточно» и объявили май месяцем чудес в вашей церкви. Но вы получили намного больше. Как же это было? О да, на самом деле, у меня были и личные мотивы, потому что на конец мая у нас был запланирован ежегодный отпуск с семьей. Я сказал «Нет». Все границы были наглухо закрыты. Мы сказали «Нет, нет, в этом году у нас непременно будет отпуск». Я объявил май месяцем чудес и стал проповедовать о танце во время шторма. Светские газеты подхватили это выражение и перенесли его в свои заголовки. Вы только посмотрите на это. Все верно. Вплоть до последнего дня, накануне нашего отъезда, совершенно ничто не предвещало открытие границ. Ничто не предвещало, что правительство отменит локдаун. Мы молились. Я молился и провозглашал очень настойчиво. И на следующий день главная газета нашей страны вышла вот с таким заголовком «Германия снова танцует». Не говорите, что в вашей жизни есть что-то невозможное. Ему нужно было в отпуск, и тогда газеты вышли с заголовками «О, да, это прекрасно, Германия вновь танцует». Знаете, что восхищает меня еще больше? «Однажды вы пошли в тренажерный зал, и там Бог стал говорить вам о том, как переходить из славы в славу, а также рассказал вам о десяти уровнях славы. Поясните нам это, пожалуйста». Я был в тренажерном зале и размышлял над Словом Божьим. Я размышлял о славе Божьей в таких местах Писания, как 1 Иоанна, 4 глава, где сказано «Бога никто и никогда не видел». Это 12 стих. Но тут мне на память стали приходить стихи о том, как люди видели Бога. Их очень много. Я нашел в Библии больше 80 человек, которые видели Бога. Эти места Писания приходили в мой разум одно за другим. Я пошел домой и стал изучать то, что открыл мне Дух Святой о десяти уровнях славы, о том, как переходить из славы в славу, и как это проявляется естественно и сверхъестественно в нашей жизни. К слову о сверхъестественном. Я слышал, как вы рассказывали о том, что происходило с членами вашего собрания, включая вашу жену. Когда они были в Духе и лежали на полу, вы, окружающие вас люди, видели, как из них шел дым. Да, я помню. Это было сложное время для церкви. Были гонения, но люди отчаянно жаждали Бога. На молитвенных собраниях они просто лежали на полу и отдавали себя Богу, как живую жертву. Это было такое славное время. В то время у нас было много исцелений. И пять человек даже воскресли из мертвых. Раньше такого не было. Но когда люди вставали, было видно, как из их плеч и из их головы буквально идет дым. Я верю, что Бог таким образом словно говорил, «Я принимаю вашу живую жертву». Это лишь предвестие того, что будет дальше. В последнее время я часто говорю, «Все наверх». Бог помазывает не одного или двух человек, чтобы те стали суперзвездами посредством СМИ или чего-то другого. А я говорю вам, «Сейчас». «Все наверх». Объясните, пожалуйста, так, как сможете, что же такое слава Божия, потому что она должна накрыть каждого. Думаю, лучше всего слава описывается в Евангелии от Луки 5 главе, когда Иисус исцелил парализованного человека и простил ему грехи. Библия говорит, что люди увидели это и говорили, «Чудные дела видели мы ныне». Слово «чудный» по-гречески звучит как «парадоксос». «Пара» значит «перед», а «докса» — «слава». Именно от этого слова «парадоксос» произошло наше слово «парадокс». Это что-то безумное, необъяснимое, что-то необычное, что-то, что мы никак не можем себе объяснить. Эти люди стали свидетелями славы Божией, и это не имеет объяснения для человеческого ума. Это невозможно объяснить ни одним законом физики. Поэтому люди говорили, «Чудные дела видели мы ныне». Парадоксальные вещи. Но это и была слава Божия. Когда небеса и земля соприкасаются, сверхъестественное берет верх над всеми естественными законами. Многие люди просто говорят, «Бог, яви мне свою славу». Однако Библия говорит, что мы можем последовательно переходить из славы в славу. Я должен понять, что это за 10 уровней славы. А вы? На каком уровне славы вы? Я на первом уровне. Хорошо, следующий вопрос, и мы продолжим. Мне кажется, что сейчас я нахожусь на шестом уровне. Что можно о нем сказать? Мне очень нравится этот уровень, потому что это уровень страха Господнего. Я верю, что страх Господень – это самое важное в нашей жизни. Я верю, если у вас есть страх Господень, он проложит путь для всех остальных славных и чудесных шагов и переживаний в вашей жизни. Я верю, если у нас есть страх Господень, наши страны непременно изменятся благодаря нам. Я верю, что наши семьи изменятся так же. Кроме страха Господнего, в Библии ни одного другого аспекта, связанного с таким же большим количеством благословений. Ни одного, поверьте. Библия говорит, что даже Иисус во время своего первого, самого первого… Я нигде ни разу не видел книгу под названием «Страх Господень». Она никогда не была бестселлером ни в Америке, ни во всем мире. Но, знаете, журналистам и СМИ нравится страх. Так что… Это будет очень хорошее название. Послушайте, когда мы вернемся, Хрвоя расскажет нам, что он узнал о доступе к безграничной славе. Вы слышали? Безграничной! Мы скоро вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Хрвоя, вы верите, что славу Божию можно и нужно переживать. А почему вы так твердо в это верите? Что дает вам основание? Я верю в это, потому что об этом говорит вся Библия. Вы видите, что Иисус творит чудеса. Он являет свою славу. Мы видим в пятой главе Евангелия от Иоанна, что человек, который 38 лет был парализован, не искал Иисуса. Однако Иисус сам к нему подошел. Человек не просил об исцелении. Иисус сам подошел, увидев его нужду. Человек не знал, кем был Иисус. Иисус сам представился, затем задал ему вопрос. Ты хочешь быть исцеленным? Весь ответ человека состоял из отговорок и сомнений, однако Иисус все равно его исцелил. Иисус желает исцелять нас. Дело не в том, христианин я или нет. Верю я в Иисуса или нет. Этот уровень славы для всех. Мы должны распространять эту славу во всем мире. Она для каждого. Чтобы люди поверили в Мессию Иисуса Христа. Вы говорили о Моисее и славе Божией. Да? Библия говорит в 33 главе книги Исход, что Моисей молился, «Яви свою славу». Я верю, что Моисей мог просить Бога еще большей славы, потому что в 11 стихе сказано, что Бог говорил с Моисеем лицом к лицу, как с другом. Это потрясающе, увидеть это. Однако семью стихами ниже он сказал вот что. «Яви мне славу свою». Он был голоден. Но даже если он был голоден, почему он просил об этом? Я уверен, что причина в 13 стихе, где Моисей говорит такие слова. «Открой мне твой путь». Увидеть славу означало приобрести неэгоистичные желания и стремления. Он не хотел себе еще больше благословений. Он хотел больше Бога и меньше себя. Теперь давайте рассмотрим второй уровень славы, о котором вы учите. Второй уровень — это знаки и знамения. «Будем искренними». Большинство верующих считают, что это не для них, потому что они ничего подобного не видели. Но что говорит об этом Библия? Что говорите вы? Это для всех. Но я спросил Бога, «Почему это только на втором уровне?» Он сказал, «Для того, чтобы мой народ не оставался на втором уровне». Есть нечто большее, чем видеть знаки и знамения. Это далеко не конец всей истории, а только ее начало. Он сказал, «Иди и исцеляй больных». «Иди и изгоняй бесов». «Иди и воскрешай мертвых людей». Сила находится внутри нас. Именно этому и учит Библия. Так что мы должны делать все перечисленное, потому что мы вступили на этот уровень славы сразу, как только приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Вот что я об этом думаю. Когда у вас был период борьбы, у вас произошла встреча. Многие из вас сегодня ведут такую же борьбу. Так что же это была за встреча? Я был спасен. Бог спас меня. Я не искал Бога. Я не просил Бога. Я думал, что люблю Его, но Он внезапно пришел ко мне. И это было так удивительно. Первые два месяца моего хождения с Иисусом, я думал, что попал в страну чудес. И мне казалось, что отныне так будет всегда. Но через два месяца в моей жизни стало проявляться плот. К сожалению, то, что я пережил в своем духе, еще не затронуло все сферы моей жизни. Я боролся со своими греховными наклонностями и думал, «Боже, я не справлюсь. Я не знаю, что делать». А затем, в августе 2001 года, мне приснился сон. В этом сне я оказался на стадионе. Это был наш город. Там проходил чемпионат по арморестлингу. Там был огромный мужчина, очень высокий и очень сильный. Он победил всех, и у него не осталось оппонентов. Тогда он бросил взгляд на зрителей и сказал, «Ты», указав при этом на меня. Я подумал, «Что? Что значит «я»?» Нет, я ведь не могу этого сделать. Я маленький и слабый, и у меня крутились мысли. Это невозможно. Я не могу с ним сразиться. Но он действительно ждал меня. Я вышел вперед и подумал, «Ладно, это будет быстро, потом я просто отсюда уйду». Это же такой позор. Он взял мою руку. Она была такой большой, что я не видел в ней свою руку. Затем судья объявил начало состязания. Я закрыл глаза и подумал, «Ладно, мне некуда деваться». Но ничего не происходило, и я открыл глаза. Мой оппонент покраснел от натуги. Он пытался меня победить, но не мог. Я подумал, «У меня есть отличная возможность». Я собрался с силами и попытался уложить его руку. «Бесполезно». И тогда я сказал, «Дух Святой, пожалуйста, ты помоги мне». И тогда я его победил. Люди стали прыгать, подняли меня на свои плечи, а я говорил им, «Я тут ни при чем. Это не я. Это Дух Святой». И тогда я проснулся и понял, что мне нужно принять крещение Духом Святым, чтобы расстаться с теми греховными наклонностями, с которыми я боролся. Людям просто необходимо, как вы уже и сказали, понять, что же такое страх Господень. Но это совсем не то, о чем вы подумали. А вы объясните нам это. В книге Исход 20.20 сказано, «Не бойтесь». Бог пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред лицом вашим. Так что не бойтесь, но бойтесь. Это значит, что страх Господень изгоняет все прочие страхи. Страх Господень может изгнать абсолютно все страхи в вашей жизни. Страхи за семью, страхи за работу. Страх Господень изгоняет все эти страхи. Иметь страх Господень — это значит бежать к Богу, а не убегать от Бога. Я верю, что это дверь и путь к высшим уровням славы. Я верю. Если у нас будет страх Господень, тогда для нас не будет ничего невозможного. Ничего. В нашей программе в самом начале вы сказали, что в Библии около 80 человек видели Бога. Но только некоторые из них действительно ходили с Богом. Все правильно. Исход 24 глава с 9 по 11 стих. Это был главный для меня библейский стих. Я думал, что большей славы быть не может. Библия говорит, что Моисей, Аарон, Надав, Авиуд и 70 старейшин взошли на гору, увидели Бога, ели и пили с Ним. Я подумал, да, вот оно. Так и должно быть. Это 24 глава. В 32 главе те же самые люди, кроме Моисея и Иисуса Новина, сделали золотого тельца. Они видели Бога, однако пришли к идолопоклонству. В это трудно поверить. А знаете, во что я верю? Однажды я спросил у Бога, как это возможно? И Бог ответил, после того события Моисей пошел дальше, вверх, а все остальные пошли вниз. Все остальные удовлетворились тем, что увидели, и с удовольствием просто написали пост о своем переживании в соцсетях. Однако Моисею не нужны были сети. Он хотел больше Бога. Он хотел ходить с Богом. Он сказал, «О, нет, нет, конечно, это прекрасно увидеть Бога. Есть с Ним, пить с Ним. Боже, а теперь покажи мне свой путь. Я хочу ходить с тобой». Четвертая глава Деяний. Мне нравится, как в этой главе Петр и Иоанн предстали перед Синедрионом и отвечали на его вопросы. А знаете, что говорили в Синедрионе? Мы видим этих людей. Они не книжные, не образованные. По-гречески слово «необразованный» звучит как «идиотес». Да, я знаю, что такое слово «идиот». Вот-вот. Именно так в Синедрионе смотрели на Петра и Иоанна, но затем сказали, они какие-то другие. Все видели, как они ходили вместе с Иисусом. Вот что делает слава Божия. Я верю, что мы можем измерить славу Божию. Как мы можем измерить Его славу? Библия говорит во 2-м послании Коринфянам 3-й главе 18-м стихе «Мы, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу». В чей образ мы преображаемся? В образ Иисуса Христа. То, сколько славы мы пережили, измеряется тем, насколько мы преобразились в образ Господа Иисуса Христа. Любим ли мы больше? Прощаем ли мы больше? Каемся ли больше? Славим ли больше? Жаждем ли мы еще больше быть с Богом? Так, 9-й уровень это единство с Богом. Единство с Богом это наивысший уровень, которого может достичь человек на этой земле. А вы сказали, что уровни всего 10. Да, но этот высший для нас. Хорошо, тогда 9-й уровень, раз уж это высший уровень для нас. 9-й уровень это единство с Богом. А знаете что? За сутки до самого сложного времени в жизни Иисуса Он молился Богу о единстве. Единстве между нами, верующими христианами, и нашем единстве с Богом. Я верю, что единство это самая крепкая связь между нами. Библия говорит, что так сказал Бог. Мы знаем историю о Вавилонской башне в 11-й главе Бытия, когда Богу пришлось смешать языки людей, потому что все люди были как одно целое. Бог сказал, для них теперь не будет ничего невозможного, потому что у них было единство, и это были неверующие люди. Значит, закон единства действует и у верующих, и у неверующих? Конечно, подумайте, почему царство тьмы так успешно развивается в последние века? Почему? Не из-за любви. Сомневаюсь, что между бесами и духовными силами тьмы есть какая-то любовь. Тогда откуда такой успех? Из-за единства. Насколько же большего могут достигнуться верующие, которые действуют в единстве Божьей любви по сравнению с неверующими? Для нас не будет ничего невозможного. Ничего. Абсолютно. Даже преображение общества уже не будет для нас чем-то невозможным. Абсолютно. Вы пробудили во мне любопытство, что это за десятый уровень. Теперь о нем. Он называется неприступный свет. Библия говорит, что Бог живет в неприступном свете. Он зарезервирован для Бога, и я сам... Простите. Я так этому рад, потому что нет подобных Богу. Никто не заслуживает такого места, как Он, и никто не заслужит такого места. Он один в своем роде. Он сама любовь и милость. Он удивителен. Он прекрасен. Библия говорит, что каждое колено преклонится перед Ним. Я так рад, что есть место, зарезервированное исключительно для Бога. Поэтому я сказал, «Боже, знаешь что? Я хочу быть с Тобою». Библия говорит в первом послании Иоанна 4 главе 12 стихе, что Бога никто никогда не видел. Затем сказано, что если мы любим друг друга, то Бог пребывает в нас. есть десятый уровень славы, уровень неприступного света, на который мы никогда не попадем, потому что он зарезервирован для Бога. Я очень этому рад, потому что нет никого подобного Ему. Он знает, что никто никогда не сможет попасть на этот уровень, поэтому Он спустился на землю, чтобы поселиться в нас. Спасибо. 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 Смотрите в следующем выпуске. «Все было против меня. Я был зависим от алкоголя и наркотиков. Я уже был на грани смерти. Я попал в страшную аварию и вылетел через лобовое стекло. Мое лицо все было изрезано осколками, словно бритвами. У меня не было надежды. Мне казалось, что для меня все кончено, и затем вдруг мне явился Иисус и сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться. Предложение, которое навсегда изменит мою жизнь. Я Джим Мэксим. Присоединяйтесь ко мне в следующем выпуске и узнаете, какое предложение ждет вас. Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым, и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественное», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше. Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. Продолжение следует... Продолжение следует...